Вы только представьте, третья часть жизни человека проходит во сне. В среднем мы спим около 25 лет. Практически все люди видят сны, однако многие из них мы забываем в течение получаса после того, как проснулись. Сегодня я решил рассказать вам о здоровом сне, почему полезно спать в носках, маске для сна и обязательно под тяжелым одеялом. Во-первых, если надеть носки на ночь, можно быстрее уснуть. Может показаться, что носки перегревают ноги, однако на самом деле они улучшают терморегуляцию организма и способствуют расширению сосудов. Это приводит к равномерному распределению тепла по телу. А во-вторых, такая полезная привычка поможет побороть синдром беспокойных ног – процесс, когда во сне человек совершает активное движение, и их число может доходить до 50 в час. При нормальном сне дыхание человека должно быть ровным и последовательным. А если посмотрим здесь, то видим, что дыхательные пути заблокированы. Такое состояние называется синдромом сонного апноэ. Давайте узнаем, как вообще настроиться на сон и какие правила важно соблюдать. Для того, чтобы настроиться на сон, нужно соблюдать режим сна и бодрствования, просыпаться и ложиться спать в одно и то же время. Необходимо также за 2 часа до сна отказаться от кофе, кофеин, содержащих напитков и лекарственных препаратов, в которых также может содержаться кофеин. Необходимо не переедать перед сном. А прежде чем лечь спать, необходимо создать комфортные условия для сна. Это значит, комнату необходимо проветрить, температура комнаты должна быть на несколько градусов ниже обычной температуры и убрать все дополнительные источники света и звука. После того, как вы улеглись уже в кровать, необходимо перестать использовать гаджеты, не читать книгу и не смотреть телевизор, так как это может привести к возбуждению нервной системы. Наверняка вы не догадывались, но тяжелое одеяло стимулирует выработку гормона счастья – серотонина. А потом в темноте серотонин трансформируется в гормон сна – мелатонину. Тяжелое – это значит стюган одеяло весом более 2 килограммов. Еще один плюс такого одеяла – оно равномерно давит на каждый миллиметр тела и организм расслабляется. Мозг получает сигнал – вокруг комфортно и безопасно, и пора отдыхать. А что по поводу маски для сна? Насколько она эффективна? Для некоторых пациентов эффективной может оказаться использование маски для сна, так как она создает дополнительную темноту. Таким образом, мелатонин вырабатывается в должном объеме и в полной мере, и это обеспечивает здоровый полноценный сон. Помните, что здоровый сон – ключ к хорошему самочувствию в течение дня. Если есть любые проблемы со сном, то обязательно посетите врача-сомнолога. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов, и до новых встреч на телеканале ОНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова